сегодня у меня новая идея как обработать фанерную заготовку по краю приготовила трубочки по цвету подходящие они очень хорошо обработаны фанерные заготовки у меня симолэнда они очень легкие ажурные приятные такие в руках инструменты у меня обычные ничего такого сверхъестественного и клей во флаконе для работы мне понадобится две пары трубочек хорошенечко нужно промять чтобы они помягче были и в отверстие вставляю таким образом чтобы наизнанке оставался такой приличный хвостик чтобы был маневр для стыковки следующую пару вставляю следующее отверстие и вот такую операцию делаю все тут понятно самое главное обернуть трубочки именно вот в таком порядке чтобы было комфортно работать как вы видите последнюю трубочку которую я обернула она придерживает предыдущую чтобы вся эта конструкция не разваливалась поэтому в таком порядке дальше работаем и сейчас вот такой момент если тянуть трубочки на себя вот таким образом они очень быстро травмируются а чтобы было не сильно травматично нужно двигать их как бы перед собой вперед в дальнейшем я это еще не раз покажу можно будет понаблюдать хорошенечко подтягиваем это важно стараюсь так чтобы трубочки разложились ровно чтобы не было никаких заломов чтобы все было аккуратно как видите все очень просто выглядит довольно эффектно мне кажется такой задачей может справиться даже новичок кто еще собственно говоря мало чего сплел еще не имеет опыта какого-то не сейчас вот мне основные трубочки вокруг которых я делаю обороты придется наращивать делаю это наизнанке обязательно склеим здесь очень аккуратно чтобы не вырезать наращивание и у меня уже заканчиваются трубочки которыми я оборачиваю вокруг стоек поэтому их сейчас тоже придется нарастить сейчас примерю посмотрю в каком месте это будет удобно сделать так я выбрала цвет трубочек такой практически 1 тона с фанерной заготовкой но если их выбрать какие-то более яркие или контра контрастные то наверное эффект бы этот усилился но у меня есть своя задумка поэтому мне не надо было чтобы это слишком ярко было а у вас может быть своя какая-то задумка может быть она будет построена на контрасте в общем думайте сами и продолжаем работу добралась до стыковки ряда сейчас вынимаю вот эти трубочки которыми оборачивала сейчас нужно будет что-то с этим решать так вот здесь придется помудрить я наверное вот эти вот отрежу трубочки которые самом начале у меня были они уже такие измахрились а вот этими более свеженькими ведь эти литочки добавлю я вашим вот эти хвосты наверно подрежу дальнейшем это будет совершенно незаметно они там хорошо подтянутые закреплены и ничего с ними не произойдет но так аккуратно высечь их оттуда чтобы не видно было хвостов таких очевидных не с изнанки здесь я просто подрежу все и аккуратно друг на друга наложу и заклею я там их за кадром покрутила и это единственный такой вариант более-менее приемлемый как мне показалось остались вот эти вот трубочки которые также нужно будет подрезать на пару минут буквально чтобы схватился клей закрепила прищепкой все хвосты так заправила более-менее в дальнейшем посмотрю что с ними там если будут видны их чуть-чуть подкрашу подклею чтобы не было заметно и вот то что у меня получилось смотрите с лица с изнанки все смотрится довольно хорошо но опять же стоек то нет на чем плести ты сейчас покажу очень простой вариант как их добавить они еще и добавят нам дополнительный элемент вот так под витки вставляю еще один такой виток появляется у нас на фанерной заготовки смотрится интересно с точки будут двойные я завершила ряд поставила все стойки можно посмотреть как все это выглядит на изнаночной стороне все чистенько аккуратно я предлагаю вам предположить что же я буду делать дальше с этим какая у меня задумка мне будет очень интересно почитать ваши комментарии и до встречи в следующем ролике спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!